Под палящим солнцем горели перекладины и мышцы на турниках показывали высший класс воркаутеры от мала до велика. В этом году состязания собрали 25 команд, которые сражались не столько за кубок, сколько за главный приз. Сертификат на строительство спортивной площадки во дворе победителей. Турнир мы проводим второй раз. Глава предложил городу, населению, молодежи попробовать себя в этом турнире. И вы как видите, ну, так скажем, по-модному тема работает. Люди приходят. Сейчас 25 команд. В каждой команде по три человека. К соревнованиям участники готовились все лето. Для многих турники не просто вид спорта, а часть повседневной жизни. Занимаюсь с детства. Это как бы не занятие, а просто образ жизни. Самое классное – это доступность. И каждый может себе как бы выйти и позволить просто время найти занятие. И все. Вот самое простое. И главное – вот воркауте. Каждая из команд выставила троих участников, имеющих серьезную спортивную подготовку. Спортсменам предстояло выполнить три упражнения. Подтягивание на турнике, отжимание на брусьях и отжимание от поверхности. На каждое упражнение участника давалась одна минута. Ну, чтобы научиться отжиматься, нужно тренироваться упорно. Отжимания, ошибки какие, ниже 90 градусов, то есть это уже не засчитывается. Нужно до уровня локтей, плечо, чтобы было. Тогда засчитается. В турнире приняли участие как уже бывалые воркаутеры, так и новички экстремального спорта. На протяжении лета в Тобольске в рамках программы «Спорт. Норма жизни» действовал проект «Все ты можешь». На пяти городских площадках можно было обучиться, а зам воркаута совершенно бесплатно. У нас работали инструктора, ребята, которые два года тренировались, решили себя реализовывать. Днем мы занимаемся пять дней в неделю, на каждой площадке по два раза. И все желающие приходят, ребята их обучат элементарным элементом воркаута. По итогам силового турнира победителями стали ребята из нижнего посада. Именно они выберут место для призовой воркаут-площадки. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время.